О необходимости объективно подавать информацию, грамотно освещать текущие проблемы и задачи говорили на очередной встрече регионального проекта Школы редакторов. В Самарской области он проходит при поддержке Департамента информационной политики, администрации губернатора, совместно с Союзом журналистов. На этот раз представители всех муниципальных и региональных СМИ особое внимание уделили теме сложившейся экономической ситуации. Глава региона Николай Меркушкин отметил, что от работы средств массовой информации во многом зависит общая обстановка и настроение в обществе. Для нас исключительно важно, как вы работаете, насколько эффективно информация, которая исходит от вас, находит ли вы эффективно, работает, насколько вы работаете, правильный сигнал, правильный творчество. С творчеством Сызранской художницы Надежды Глинкиной и поэта Григория Жукова познакомились посетители творческой встречи «Сильные таланты». Собравшимся, читали стихи и представили выставку картин. За последнее время Надежда Глинкина создала около ста художественных работ. Поэт Григорий Жуков, у которого уже есть собственный сборник стихов, в этом году стал лауреатом фестиваля «Вместе со звездами». Надежда и Григорий являются членами общественной организации «Инвалидов. Сила воли». Данное мероприятие проводится для данных людей впервые и, надеемся, оно покажет нашему городу творчество этих очень талантливых людей и поможет для их развития. Мероприятие, которое прошло в Доме молодежных организаций, приурочили к Международному дню людей с инвалидностью. Гостей на этой встрече было немало. Мне хочется передать слова благодарности от имени главы администрации городского круга Сызрена Глядина Николая Михайловича. Вам, Радик, за вашу активную работу. Желаю вам не сдавать свои позиции, продолжать в том же направлении. Первые региональные соревнования по всестилевому карате состоялись в нашем городе. В открытом турнире приняли участие представители Сызрени, Самары и Тольятти от 6 до 18 лет. Всего около 100 спортсменов. По результатам соревнований ребятам присудили спортивные разряды. Сызрень всегда показывал хороший уровень подготовки. У нас очень большой опыт участия в подобных соревнованиях, как и демонстрационных видов, так и контактных. Те ребята, которые сегодня будут победителями, они уже официально будут входить в сборную города Сызрени по этому стилю и выступать уже на более крупных соревнованиях. Сызрень. Сызрень.